Девочка-пай Друзья, сегодня у нас рубрики Subaru Forester. Для чего же Subaru Forester подходит отлично, так это для дальних поездок. Подвеска отлично держит удар, позволяет ездить по дорогам практически любого качества и допускает большой раскачки на лонах асфальта. Пассажиров не укачивает. Забавок к этому Subaru можно похвастать недурной курсовой устойчивостью и приличной шумоизоляцией. Хорошо и то, что мощный мотор и все псевдо-спортивное хозяйство Forester не навредили практичности. Запаска в багажнике полноразмерная. Дорожный просвет внушительный 225 мм, а продвинуть и полный привод отмечает хорошие возможности на бездорожье. По крайней мере, диагональным вывешиванием Forester не напугаешь. Пассажирам Forester нравится. Благодаря высокой линии крыши и панорамному люку есть ощущение простора, а задний диван предлагает регулируемые по углу наклона спинки, подлокотник, пару подстаканников и места для мелочевки. Но это пока на улице идеальная погода. Что кондиционер, что печка Subaru работает спустя рукава, а никаких отдельных воздуховодов для задних пассажиров не предусмотрено. Подобных мелочей много, где, например, автоматический режим стеклоподъемника, он почему-то положен только водителю. Почему заявленный подогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей едва-едва работает? Где на притой конец парктроли или электропривод задней двери? За такие-то деньги. И еще о деньгах. В момент появления на рынке Forester стоил заоблачных денег 2 миллиона 130 тысяч рублей. За такую сумму можно присматриваться к машинным классам выше. Понятно, что желающих на такой автомобиль нашлось немного, поэтому деньги до сих пор запродают остатки прошлого года. Они стоят 1 миллион 720 тысяч рублей. Этот ценник выглядит более обменяемо, а что с остальными тратами? Что касается экономичности, то Forester приятно удивил. Конечно, если вы будете носиться как умалишенный, то бортовой компьютер откажется показывать расход меньше 17 литров на сотню. Но быстрая езда по вышеупомянутым причинам доставляет удовольствие только напрямую, и это быстро надоедает. Снизить темп можно достичь вполне разумных цифр в 13-14 литров. А если совсем постараться, то на трассе можно уложиться в 9 литров. Ладно, упокоиться, и не пытаться ездить на Forester, как на Спидкаре, он же им не является. Если учитывать действующие на Subaru Forester скидки, то выводит, что прямых соперников у автомобиля просто нет. Все остальные кроссоверы либо еще типа медленнее, либо дороже. С Кузовом у Forester проблем обычно не наблюдается. Автомобили третьего поколения никогда не видали коррозии. Летал надежно защищен многими слоями японской краски, которая стойко противостоит натиску русской дорожной химии. И если на приглянувшемся вам экземпляре вы заметили признаки окисления, значит в истории конкретного экземпляра имело место ДТП. С электрикой у лесничего также полный порядок. Каких-либо чрезмерно сложных электрических схем устройств машина лишена. Посему ломаться попрос нечего. Так что ежели электроника вдруг начинает глючить, ни с того ни с сего, то в 99% случаев в этом диновато дополнительное оборудование, сигнализация, музыка или еще какой-нибудь рушайзель. Коррозия, как известно, оснащается приводом на все колеса. Однако схема трансмиссии у различных модификаций может отличаться. В автомобиле с автоматом в крутящий момент между себя не распределяет муфта с электронным управлением, а механические версии располагаются метрично полным приводом. Кроме того, кроссовер с базовым мотором и МКПП имеет понижающий ряд. Впрочем, ни к раздаточной коробке, ни к дифференциалам у механиков вопросов не возникает. Нет проблем и с самой коробкой передач. Сцепление в ручных версиях служит не меньше 130-150 тысяч километров и меняется традиционно комплектом. Иногда к этому набору приходится добавлять мухови. В автоматике у Субара, как говорится, вечно. Убитые коробки механикам на глаза не попадались. Причиной тому запредельный консерватизм. В четырехступенчатой АКП ломаться нечего. Единственный совет. Если вы хотите жить безбедно, не зная проблем с трансмиссией, не забывайте каждое четвертое ТО раз в 60 тысяч километров менять масло в коробке. Зависимо от ее типа и в обеих дифференциалах. На всех моторах, как безнадумных, так и турбо, привод газораспределительного механизма осуществляется ремнем. Лично в двухлитровый мотор японцы начали ставить цепь. Дайту после рестайлинга в 2011 году. И цепь и ремень следует менять каждое седьмое ТО, то есть раз в 105 тысяч километров. В сроке службы приводного ремня и ремня кондиционер не регламентируются, но обычно они ходят приблизительно столько же. Неприятно доставляют кавтолитические нейтрализаторы, которые на любом моторе могут выйти уже стоя в 100 тысяч. В Субару в этом винят русский бензин из самого высшего качества, если и сие произошло в гарантийный период, и устранят проблему за свой счет. Однако же за пределами заводской гарантии восстановление здоровья двигателя обойдется в триггой кульсома. После рестайлинга 2011 года безнадумные моторы заменили агрегатами новой серии FB. Мощность осталась прежней, а вот крутящий момент увеличился, расход топлива сократился, да и в отслуживании эти двигателя стали проще. Имейте в виду, что для оснащенных турбонадовым моторах угар масла в количестве 0,5 литра на 1000 километров считается нормой, поэтому настоятельно рекомендуется возить с собой маленькую канистру масла. Подъездка лесничего весьма традиционно по меркам класса. Стойки Макферсон спереди, многорычажка сзади. С передними амортизаторами особых сложностей не возникает, по нашим дорогам они выдерживают примерно 100 тысяч километров, но задние вещь в себе, ходят они столько же, только иметь систему подкачки и стоит очень дорого. Стойки стабилизатора меняют обычно к 70 тысячам километров, а самое слабое звено в подвеске ступичные подшипники, зачастую их меняют раз в 30 тысяч километров на каждом втором ТО. Особенно печалит тот факт, что подшипник идет в сборе со ступиц и отдельно не меняется. Ключи гаммы к пыльникам претензий нет, они запросто прослужат 150 тысяч километров и более. Нет вопросов и к усилителю руля, любопытно, что на модификациях с двигателями 150 и 172 лошадиные силы этот узел гидравлический, а более мощные версии с турболаторами оснащаются электроусилителями. Тормозные колодки заканчиваются примерно к 30 тысячам спереди и 45 тысячам сзади. Диски же традиционно ходят двое больше. Тщательно изучив вопрос жизнестойкости Форестра в трехлетнем возрасте, мы не нашли серьезных оснований для недовольства. Надежная конструкция не доставляет особых лопот, даже при пробегах 150-200 тысяч километров. Мы советуем остановить свой выбор на 172-сильном варианте, оптимальном по соотношению цена-динамика, а перед покупкой на стоятельной рекомендуем подвергнуть автомобиль диагностики на авторизированной станции техобслуживания. И помните, софирменные запчасти на Subaru чрезвычайно дороги, а не оригиналом можно заменить далеко не все детали. Утешение может служить в том обстоятельстве, что дизель традиционно предоставляет скидки на обслуживание в машин, гарантия на которых уже закончилась. Вот и все, дорогие друзья. С вами был канал Автобу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok